Привлечение к административной ответственности за неправомерные действия в банкротстве – это не всегда основание для неосвобождения его от обязательств. В таких ситуациях есть свои нюансы. Об этом расскажет корпоративный юрист, арбитражный управляющий Алина Максеева. Закон о банкротстве предусматривает основания, по которым в рамках процедуры банкротства гражданина могут не освободить дальнейшее исполнение обязательств перед кредиторами. Основные основания у нас указаны в статье 213.28 закона о банкротстве. В пункте 4 указано, что если в рамках процедуры банкротства гражданина привлекали к административной ответственности, то к такому гражданину могут не применяться последствия об освобождении его от исполнения обязательств. Когда такая ситуация может возникнуть? Достаточно все просто. Финансово управляющего утверждает арбитражный суд. Финансово управляющий обращается к гражданину с соответствующим запросом о предоставлении документов или каких-либо сведений и, как правило, направляет такой запрос по адресу регистрации. Но не всегда наши граждане проживают по адресу регистрации. Может быть, никто вообще фактически по данному адресу не проживает. И данный запрос может быть не получен гражданином своевременно. И своевременно, соответственно, данные сведения и документы могут не представлены финансовому управляющему. В этом случае финансовый управляющий обращается с ходатайством обестребования доказательств в арбитражный суд. И арбитражный суд выносит определение об удовлетворении заявления финансового управляющего. Соответственно, в ряде случаев в определении суды указывают сроки исполнения гражданином своих обязательств. Но гражданин также может не получить данные определения и, соответственно, не исполнить требования суда и финансового управляющего. Финансовый управляющий в такой ситуации обращается в прокуратуру с заявлением о привлечении к административной ответственности гражданина. А что делать в такой ситуации? В ряде случаев мы сталкивались с той ситуацией, что прокуратура находила номер телефона или фактический адрес проживания гражданина и, соответственно, уже надлежащим образом извещала и просила предоставить объяснительную или документы, то есть исполнить свои обязательства. Должник в такой ситуации собирает тот пакет документов, который необходимо предоставить финансовому управляющему и в суд, и, соответственно, направляет финансовому управляющему по адресу, который указан в определении, либо же привозит наручно. Прокуратура, как правило, направляет заявление в арбитражный суд о привлечении к ответственности. В данной ситуации желательно бы гражданину также в рамках дела о привлечении к административной ответственности направить свою позицию о том, что не отказываюсь от привлечения к административной ответственности, осознаю тот факт о том, что не своевременно исполнил требования суда и финансового управляющего, но при этом прошу применить наказание ниже низшего в виде предупреждения. Арбитражное судо в ряде случаев, если гражданин активно проявляет свою позицию, устраняет все требования, которые на него были возложены, они действительно выносят определение применения в отношении должника ответственности в виде мер наказания и предупреждения. Учитывая степень ответственности при завершении процедуры банкротства, все-таки арбитражные суды применяют должнику последствия для должника об освобождении его от дальнейших исполнений обязательств перед кредиторами. Субтитры создавал DimaTorzok